добрый вечер друзья вот ты как ты запел как запел муху ловили в очках не видно уже уже 8 часов думаю если сейчас дотяну до 9 то ничего не будет видно не речите мне там а вы мне тут молчите никуда кайте кавалеры 2 ну вот так как вы как вы можете заметить у дульки появилась напарница по высиживанию и дулька теперь сидит не одна это конечно классно и приятно но я хотел вот ты как смотришь хотел отсаживать только дульку что я вам хочу показать знаете хотел отсаживать еще тихо уселась короче еще одна курица с ума посходили все сидят все нянчут все с цыплятами все с утятами все не знаю все с гусятами просто работают как эти никакой инкубатор не нужен тут уже бинтамки несут прям крупное голубенькое яйцо но они взрослые уже несколько кладок сделали а те молоденькие несут мелкое и вот но я думаю видно да тут вот молодые курочки которых я пересаживал вот эти вот красотки у них яйцо вот прям поменьше я вам когда показывал эту дульку что насел на яйца я под ней насчитал 19 яиц сейчас же к ней подсела вторая курица тихо и я под ней насчитал уже под ними двумя насчитал 24 вот по этой причине я и хочу ее отсадить потому что это яйцекладка не закончится никогда я ох вы какие я не знаю я хочу чтобы они сидели вместе так ты какой молодец но в разных гнездах поэтому нужно что-то придумать то ли этот ящик просто напополам разделить да то куда ты так смотришь ты слушаешь да ты моя хорошая выросла какая красивая девочка а твоя это сестра которая была ох и придурки сзади вы мне тут на меня прыгнете я вас это сразу на шашлык пущу сразу на один шомпур хватит для хочет кинуться на меня бьет курочек ах ты чучело такое ты метлой сейчас поглядя сейчас будет кидаться сейчас получат метлой по мордасом потому что вот эти профилактические вот так же на меня кидается это же он бесится что я сюда и на всех кидается сейчас полу для часы на меня кинется ну ты же понимаешь что ты сейчас метлой получишь я тебе сейчас кинусь короче буду сейчас отсаживать вместе с этим гнездом сейчас конечно еще еще светло ну посмотрим как она будет сейчас они тут у меня назад по улетают я уверен что бинтанка убежит но хотелось бы чтоб не убежала потому что хотелось бы ее вместе с дулькой ой дуля дулян дуляшка не выглядывай сейчас я вас поставлю на землю не переживай тихо 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 вот мы пришли вот не пришли оп чем вам не такой самый уголок продолжаем сидеть сейчас я принесу бинтам очка мне полностью доверила куб перед нос сидит с глазки закрыла думает неси меня куда хочешь да скажи лишь бы с яиц меня не снимал да все сейчас я принесу доску и закрою их точно так же как они сидели там а там курочка многое между поставлю как бы те куры ты какая а чуть ты глазик закрыла потому что перышко торчит из глаза нет ну ну вот так вот такие тут планы у меня вкусно ну и и Сидят девчатки. Смотрите, вы были вот так накрыты. Я сейчас точно так вам сделаю. Ну а шо? Вот и все дела. А шо не так, да? Но надо же было разделить гнездо. Яйца ж как попало у них там валяются, да, девчатки? Это капец. Конечно, было бы лучше, если бы у них у каждой было свое гнездо. Но так как здесь помещение не закрывается, то бентамка, боюсь, улетит. Да, боюсь, улетит. Поэтому сейчас сделаю, короче, сейчас что-то придумаю. Вот. 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 Нужно сделать так, чтобы гнездо было не ближе и глубже, а два гнезда так, чтобы были на одном уровне. Это значит, что, ну, не на одном, а я имею в виду, чтобы они обе, когда заглядывают в гнездо, то видели, ну, как бы, вот так. Поняли? Не так, чтобы глубже и ближе, а так, чтобы одинаково. Да? Мамулечки. Ой. Тяжело работать прям с гнездом, когда в нем сидят курочки. Ну-ну-ну. Курочки. Дулечка. А ну. Ты на голову ей лезешь. Давай. Ну, что здесь? Что это за дела? Дулька. Хочу разделить гнездо. Яйцо нужно вытянуть. Дулька. Прости. Нужно вытянуть яйцо. Все. Потом я вам его все вернул. Вы на меня не дуйтесь. Дулька. Это кошмар какой-то, если честно. Вот так. Тихо. Тихо. Тихо-тихо. И, ну, 24 яйца, сколько насчитал. Наверное, так и есть. Сейчас. Опачки. Девки. Сейчас все верну вам. Сейчас поставлю вам перед носом здесь кормушечку, поилочку, чтобы вам и не хотелось вылететь отсюда. Вот так. Дулька, я все верну. Ля-ля. Лезет к яйцу. Лезет к яйцу. М? Дулька, сиди. Сиди. Вот так. Тихо. Пойди. Пойди прогуляйся секунду. Давай. А ты будешь сидеть или тоже пойдешь? А ну. Так. Вот так делим. Делим-делим гнездо до самого пола. Делим-делим. Делим-делим гнездо. Берем вот так перегородочку. Во. Тихо. И делаем новые гнезда, да? Дулька, жди. Ого, сколько яйца увидел. Да? Вот скажи бы мне столько, да? Какая мамулечка придумала. И ты погуляй секунду. Гляньте, что делает дулька. Вот ты боже. Как на них сесть, скажи? Что они без гнезда делают? Ай. Ты своими дулями все пораскатывала. У цыплят сейчас будет сотрясение мозга. Вот так. Вот так. Дуль. Тебе твои и голубенькие. Договорились? Смотри. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Вот так. И двенадцать. А хотя у меня еще есть чем добавить. Потому что как-то маловастенько будет. Оп. Лезь. Давай. Давай. И ты иди. Давай. Давай. Идем. Идем. Не стесняемся. Вот так. Смотрите. Она в одной стороне будет. Давай. Давай. Дулька. Ты сюда. Вот сюда. Давай. Будьте вдвоем. Вот так. А ты сюда. Нет? Давай. Давай. Раз. Оп. Тебе туда. Тебе вот туда. Дуль. Ты весь экран закрыла. Угу. Угу. Смотри. Какое гнездо хорошее. Смотри. Видишь. Все яйцо под тебя влезет. Давай. Разворачивайся. Вот иди. О. 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 Я нашел яйцо. На. Как ты на таких ножках еще и стоять умеешь. Это чума, а не курочка. Вот ты какая. Давай. Давай. Давай в гнездо. Давай. Давай. В гнездо. Не твое место, да? Не твое место, да? Это не важно. Зато к вам никто лазить не будет. Садись. Садись. Вот сюда залазь. Смотри, какое у тебя голубенькое яйцо. Красивое. Видишь? Я сейчас еще добавлю, принесу. Иди. Иди. Вот. Хидуля. Смотри, подруга твоя на день меньше сидит, но уже разобралась. А тебе вот эти очки мешают, да? Да. Мешают очки, дулька? Садись. Пойду, там еще чуть яйца есть. woh. TBD robust. Fest, стиху. Натенько невозможно испортить, но огонь, но земли нет. Ёл açılся. Садись. О, хlorось. Я сам пол Assassin. Дулька, а что ты бастуешь? А что она заняла твоё яйцо? А я сейчас выключу свет, а ты вообще ничего не увидишь. Вот так. Вот таразитка эта малая, глянь, всё заняла. Это ж не её. Я хотел, чтобы ты тут сидела. А она тут. Вот так. Лезь на своё. На, вот тебе ещё голубенькая, но вот молодой. Ну на тебе ещё. Смотри, какое гнездо у тебя хорошее. Если кто-то подумает, что это маленькое гнездо, то это не так. Как бы курочка себе развалится в гнезде, как ей надо. И будет сидеть. Так что, вот так всё. И сюда. Получается, было 24. И я принёс... Садись. И я принёс ещё 6 яиц. Это получается 30 штук. 30 яиц. Одно там в гнезде раздавили яйцо. И это вот такое грязное. Она вон с него что-то плюёт. Смотрите. Ну вот так. Во. И, наверное, надо им очки снять. Но... Уже это сделаю потом. Пусть немножечко посидят. Хотя бы пару дней. Или перед выводом, когда цыплята появятся. И... Всех цыпляточек будет водить дулька. Потому что мне интересно, как она справится. Но она такая прям тяжёлая. А куда ты пошла? И куда ты пошла? Рассказывай. Садись. Смотри, сколько яйца у тебя. Ты вот это как неуклюжая. Ля. Вот эти ж ножички такие кривые, да? Ой, ой, ой. Молодец. Прячь. Вот так, вот так. О. Вот так. Всё. О. И куда? Ну и куда? Ты никак не умостишься. Вообще-то ты уже сидишь на этих яйцах два дня. Давай посмотрим. Может там уже у тебя детки зародились. Нет, ещё ничего нету. Всё пусто. Но яйца то горячие. Ого, а тут видно. В этом видно уже цыплёночка. Дулька. Быстро грей. Ну хотя тепло это так. Давай так садись. О. Молодец. Видишь, у тебя есть подруга. Чтоб ты не скучала. Может и водить будете вместе. Знаете, а вот эта ухи-люйка, я вот это от неё забрал. Четверо, трое, да? Сейчас пойдём к курочке, я вам покажу. Ну не к ухи-люйке, что на яйцах сидит. Акбентамке. Гля, какая нервная. Акбентамке, которая водит их. Я ей подсадил ещё одну. Ой, кукурузку нашла, съела. Вообще-то у тебя вот такой зоб, ты напхалась, ты уже наелась. Садись. Вон, смотри, яйцо. Ну. Иди. И забрал ещё одного цыплёнка. Я говорю уже, получается, вот тут один старший от утки. И три. Вроде три забрал. Сейчас пойдём к глянтамке, я вам покажу. А там она сидит на яйцах. И они опять обмазаны. Опять какое-то яйцо раздавило. Там такой... Короче, вот ужасно нехорошо, когда курочка сидит на яйцах в общем помещении. Ужасно нехорошо. Ну вот так. Вторая ей поднесла. Ну вообще-то, знаете, если бы она вывела и ей никто не поднёс, это мне надо было бы её посадить куда-то отдельно. Она так бентамке отдал эти три цыплёночка. И всё. Садись уже, грей пузо. Вон у тебя лысое, горячее. Как раз яйца греть. О, умничка. Давай, поправляй. Во. Давай, давай. О. Ты понимаешь? Вот так. Всё пузо наклало на яйца. Вот так. Вот так туда его поглубже. Вот так. Мне так нравится, как они умащиваются. Вот так. Ой, ой, ой. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. Давай вот это украдём у тебя. На тебе. Или тебе давай подсунем поглубже. Давай. Ты вот так подняла его. А оно теперь не вмещается. Вот так. Вот так. О, 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 какая умничка. Всё. Умница. Ну вот так. Всё, теперь она будет сидеть здесь. Они. А там курочкам. Сейчас поставлю другой ящик. Это не проблема. Хотя, знаете, ещё есть пуховые, да? Нет. Буду собирать дальше пуховые. Дулька. Пуховые только под бентамку. Потому что у пуховых такая скорлупа неплотная. И я переживаю, что дулька может подавить. А есть вероятность, что они будут меняться местами. В одно гнездо лезть не будут. Это 100%. Потому что... Сейчас вам объясню, почему. Потому что курица лезет в гнездо, где видит яйцо. То есть они вот будут сидеть. Одна встала, поела. Вторая может поглядеть туда в гнездо и перелезть. Это не проблема тоже. А та покушает, придёт, посмотрит. Ага, вот яйцо. И сядет сюда. То есть они могут просто-напросто меняться местами. Ну вот так. Всё, друзья. Пошли во двор. Тут уже вроде всё нормально. Вроде по-тёмному всё сделали. Не должны устраивать побег. А там нужно за ними следить, чтобы курочка не убежала. Надо её запомнить визуально. Так. Бинтамки, они все одинаковые. Как тут запомнишь? Имя ей придумать, а потом позвать, и она окликнется, да? Всё, вот такие тут дела. Всё. Назад поставил фанерку, чтобы у них было укромно и темно. Наверное, уже и не покажу. Попрятались под мамку. Ещё спасибо большое, что переживаете. Мне в комментариях спросили, доску прибил. Да, прибил. Всё, ничего не шевелится. Никуда цыплёночек не провалится. А то утёнка мы тогда потеряли, да? Ну, вот так. Даже большой цыплёнок прячется. Вот, видите? Он-он. Прячется под курочку. Ну, в общем, нянчит всех. И того, которого подсадил, получается, через сутки чёрненького тоже приняла. Умничка. Короче, всё тут хорошо. Ну, в общем, нянчит. И сегодня ещё вылупился один крякающий утёночек. Его тоже сюда посадил. Утка приняла. Ну, и теперь всё. Ещё там в комментариях написали, а чё я забрал утят от той утки и подсадил этой. Ну, я уже объяснял. Ну, может, кто-то не услышал или не понял. Потому что, как бы, та утка ещё должна досидеть. Если оставить тех утят, то она бросит гнездо, в котором 9 яиц индоутиных, и они пропадут просто-напросто. Поэтому утят забрал той утки, которая водит. А та осталась сидеть дальше и довыводит уже утяточек. И будет водить уже сама своих утят. Вот так крякающий утёночек, который не растёт, не пропал. На сегодняшний день у него всё хорошо. Вы, ну, относительно, я имею в виду, визуально не выглядят слабым там или плохим. Вы пишите, что он, типа, такой останется, и всё будет хорошо. Но там кто-то правильный комментарий написал, что это я тоже так думаю. И я уже тоже об этом говорил, что он не растёт, потому что какая-то патология. Это не всё так... Да заткнись ты! Гуся орут уже невыносимо. Это не всё мило и прекрасно, на самом деле, с тем утёнком. Это значит, что что-то с ним не так. И, как бы, я не думаю, что он вырастет. И вот тот человек, ну, мне в комментариях написали, что толку с него не будет. Типа, у меня такой утёнок был, до двух месяцев дожил и пропал. Но я тоже думаю, что и с этим, и этот пропадёт. Но я что-то даже думаю, что и до двух месяцев не дорастёт. А там уже как будет. Вот он. Вот он. Ну, как бы, визуально в порядке. Зоб полный. Он кушает, пьёт. Вроде не поносит, но роста абсолютно ноль. То есть, он настолько маленький, что его индоутята обогнали, которые моложе от него на две недели. То есть, я бы вам показал сравнение с этими же утятами, с которыми он вылупился. Но утка меня будет бить. Она бьётся. Ну, а так вот, как бы, вот утёнок, которому два дня и утёнок, которому три недели. Я думаю, вы разницу видите. Вот этот уже начал расти. Толстенький. Крякающие утки быстро растут. Толстенький, такой кругленький. А тут никакой. Ну, как будет уже, так и будет, да? Вот такие дела. Вот ты боже. Гусёночек себя тут чувствует хорошо. Травы ему рвём. Что-то поели, что-то вон по это потоптали. Но до утра не останется ни одного листочка. Вот так. И он, видите, пришёл, пришёл. И уже начинают устраивать, как бы, бардак. Становятся покрупнее, постарше. Больше едят. Больше гадят. И, как бы, совсем скоро будет у них точно такой же бардак, как у утки. Вот этой, которая тут сидела. Да и такой же, как и вот у этих. У них уже тоже такой там бардак, что я со дня на день никак не решусь, чтобы их высадить. Ну, посмотрим. А так во дворе потом красота. Я люблю птицу во дворе. Я вам уже много раз говорил, что во дворе мне легко, потому что место паения одно. Как бы, ну, воду наливаю. И место кормления одно. Ну, как бы, там кормушка вон висит. И вот, я имею в виду, насыпал зерна, налил воды и всё. Абсолютно всё. То есть, не переживаю. Ничего тут не, короче, в общем, хорошо. А ещё что, гуси. Вот как раз место для... Вот эти гуси, я их не убрал на мясо ещё. Троих, помните? Что они там сидели, где индюки сейчас сидят. Вот я их пересадил как раз туда, где сидели. Где... Ну, они у меня же откармливались. Они сейчас толстые. Их бы нужно убрать. Там люди ждут мяса. А я всё никак, мне некогда. И это. И вот они как раз сидели там, где я сейчас посадил дульку. И вот мне дошло, что можно их выпустить во двор. А дульку туда закрыть. Так что... Вот так. Но они так хорошо. Это, как бы, тут спокойненько так отреагировали на вот этих гусей молодых. Ну, вот молодые гуси, да, вот стоят. Где-то там ещё бегают во дворе. И это. И они так стали одним стадом ходить. Не бьются, не кусаются, ничего. Короче, молодцы. Вот такие дела. Всё, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Вот, видите, вот крылья торчат. Ой, это неправильно. Как-то, ну, я вам вчера говорил, что несколько штук. Ладно. Это Артём оставил. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего вечера. И всем пока-пока. Ну, вот так. О, цыплятки повылазили из-под мамки. Я вам хотел показать. Так. Где четвёртый? Это тот большой. Это два первые. А где четвёртый? Не вылез из... А ну, мамка, ну, вставай уже. Раз они уже повылазили, то вставай. Покажи. Вот. Вот, видите, четвёртый у Хилючка. Это всё от вот этой курицы, которая сидит. И больше, короче, я не знаю, будет ли у неё ещё. Но мне кажется, что она уже такого там понадавила в том своём гнезде, что толку не будет. Как-то так. Всё, друзья, всем пока-пока.